Время русского мира Время русского мира Владимир Путин подписал закон, предусматривающий использование иностранных слов. Исключения составляют только те слова, которые не имеют аналогов в русском языке и перечень которых задержится в нормативных словарях. Закон обеспечивает статус русского языка как государственного на всей территории России, а также устанавливает контроль за тем, как должностные лица соблюдают нормы современного русского литературного языка. Принятые поправки в федеральный закон о государственном языке Российской Федерации являются частью целого ряда законодательных инициатив, направленных на укрепление национального суверенитета в духовной сфере. К ним относятся и изменения в культурной политике, и принятые нормативно-правовые акты по защите традиционных ценностей, и изменения в закон об образовании, которые избавляют нас от баллонской системы, отбросившей наше образование на много лет назад. Вот теперь, наконец-то, речь дошла до языка. В документе перечислены сферы, где русский язык как государственный обязателен к использованию. Это образовательная среда, государственные и муниципальные информационные системы, а также информация для потребителей товаров, работ и услуг. В частности, указано, что текст на иностранном языке должен обязательно дополняться тем же текстом по-русски, с такими же параметрами цвета, типа и размера шрифта. Законопроект также вводит понятие «нормативный словарь» и «нормативные грамматики», что позволит упорядочить грамматический строй и лингвистическую систему языка. Во-первых, они направлены на искоренение моды в речевой сфере на употребление иностранных слов. Подчеркиваю, речь идет именно о немотивированных заимствованиях, то есть о тех случаях, когда употребление иностранных слов ничем, кроме моды на все иностранное, зарубежное, а давайте уже будем более конкретно, западное, то есть англицизмом, немотивировано. Никто не собирается ограничивать заимствования в терминологической сфере, в технической сфере, то есть там, где это действительно оправдано, там, где это действительно востребовано. Второй очень важный момент. В этом же законе фигурирует норма по защите носителей русского языка, то есть наших соотечественников за рубежом, о защите их права на изучение и использование родного языка, то есть русского языка. Третий важнейший момент – это появление понятия нормативный словарь, нормативный справочник, нормативная грамматика и обязательная экспертиза всех нормативно-правовых актов на предмет соблюдения русского языка. Кроме того, проекты нормативных актов будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка. Для этого специалисты будут использовать информационные технологии. Центру социальной интеграции Дианы Гурцкой исполнилось пять лет. В честь праздника его воспитанники под руководством народной артистки России подготовили волшебный музыкал, на котором побывала наша съемочная группа. Подробности в материале Альбеке Ильясовой. Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы – это большая и дружная семья, в которой заботятся друг о друге. Творчество, любовь, вера в себя и свою мечту творят чудеса и помогают справиться с любыми преградами. В этом заключается и главная идея мюзикла под названием «Хроники волшебного леса» или «Как Кощей и Леший. Кот и Яга нашли свое счастье на Большой почтовой». Рядом нужен человек, не бывает так, что одиноким лучше всех, каждому по факту. Рядом нужен человек, это не абстрактно, это время зрения. Артисты мюзикла – талантливые ребята с инвалидностью, воспитанники центра и участники городского фестиваля «Инклюзивная Москва» – одного из самых масштабных проектов центра. На одной сцене с ребятами выступила и художественный руководитель, народная артистка России Диана Гурцкая. Хоть поверьте, хоть проверьте, так смеялись до утра, и по этому, наверное, загружилась колонка. А когда мой сон растаят, как ночные облака, «Из портрета улыбай, дочка, папа, сын и я». В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой дети могут заниматься по 15 программам дополнительного образования. Это помогает им раскрыться и попробовать свои силы и возможности для того, чтобы в дальнейшем поступить в колледжи и высшие учебные заведения. Уникальные есть специалисты, прежде всего, которые умеют работать с детьми разных нозологий. И каждому ребенку нужен свой индивидуальный подход. Кто-то отмеряет тактам, кто-то специально находит психологический подход к ребенку. Даже родители принимают участие у нас в развитии самого ребенка. И за все это время тысячи мероприятий были проведены центром с большим количеством участников. И фестиваль «Белая трость», который ежегодно у нас проходит. И дети отбираются. Дети-звездочки у нас в дальнейшем растут. И, конечно же, это уникальная работа и специалистов, и семьи вокруг ребенка, так, чтобы дать ему творческое развитие и потенциал. Гостями праздника стали семьи воспитанников, представители учреждений культуры и социальной сферы, а также партнеры центра. Среди них издательство «Творческий центр «Сфера». Мы сегодня пришли специально пораньше, нам любезно предложили провести экскурсии, провели нас по всем четырем этажам центра. И мы увидели, что здесь работают логопеды, для которых мы делаем очень много. Мы лидеры в издании книг по логопедии. Мы увидели музыкальных работников, у нас тоже есть такие пособия. И в той корзинке, которую мы сегодня принесли, есть журналы «Медработник» и «Логопед», которые тоже пригодятся специалистам этого центра. Перед зрителями развернулось многослойное и масштабное профессиональное представление со сказочными персонажами и увлекательными вокальными танцевальными номерами. Мюзикл наглядно показал возможности творческого пространства Диану Гурцкой, которая способствует включению человека с инвалидностью в активную жизнь мегаполиса. Альбика Ильясова специально для телеканала «Русский мир». Встретить весной и отпраздновать день рождения «Союзмультпарка» можно было на премьере сериала в сказочном городе Лудель-Виль. В волшебный мир детства окунулась моя коллега Евгения Фахурдинова. Долгожданный весенний сезон «Союзмультпарк» на ВДНХ открыл серии специальных мероприятий. Весь март парк мультимедийных аттракционов киностудии «Союзмультфильм» будет праздновать свой день рождения. Гостей ждут экскурсии по 18 интерактивным аттракционам, анимационная программа и, конечно, погружение в мир анимации. Самое ценное для нас достижение в «Союзмультпарках» — это, конечно, любовь детей и родителей. За два года существования через «Союзмультпарк» на ВДНХ, тот, в котором мы сейчас находимся, прошло 300 тысяч человек. Через «Союзмультпарк» в Казани, который существует всего один год, 77 тысяч человек. Для нас это, конечно, самое главное достижение. Вторым достижением является то, что мы сделали «Союзмультпарк» все-таки прикладную историю, не только развлекательную. Здесь можно заниматься, здесь можно рисовать, здесь можно реализовывать детское творчество и всякие креативные истории. В том числе рисовать, например, в VR, что довольно сложная технология, но есть дети, которые специально ходят ради этого в «Союзмультпарк». Увлекательная анимационная программа, угощения, подарки, праздничный 100-килограммовый торт, экскурсия по новым аттракционам и просмотр нескольких серий мультфильма «Союзмультпарк» — все это ожидало маленьких гостей на дни рождения «Союзмультпарка», в том числе их звездных родителей. Мне кажется, для детей это какое-то неимоверное эмоциональное потрясение и радость, и, конечно же, хочется приходить сюда снова и снова. Это не то место, которое ты один раз посетил и все, поставил галочку. Нет. И здесь 18 локаций интерактивных, где можно рисовать огромными карандашами, где можно кидать мячики, у тебя там персонажи оживают. Здесь детям есть чем заняться. Сериал «Лудалвиль» создавался профессиональными творцами, авторами и художниками, после чего тестировался на фокус-группах, как и все остальные проекты «Союзмультфильма». Это наш прекрасный новый мультфильм, рассчитан на аудиторию для детей 4-6 лет. И мы попадаем в замечательный город в горах, где живут необычный народец, сказочный даже немного, лудалвильцы. И, конечно, мы переносимся в основном в семью, где есть мама, папа, брат и сестра и их питомец. И этот сериал учит дружбе, учит критическому мышлению и творческому мышлению. Многосерийный фильм «Лудалвиль» выполнен в технике 2D. В первом сезоне будет представлено 52 серии. Премьера мультсериала уже состоялась и в онлайн-кинотеатре «Ока», а также на телеканале «Карусель». 12 марта его можно посмотреть на телеканале «Мульт», а с 1 апреля на собственном телеканале «Союзмультфильма» «Мультселандии». Евгения Фахурдинова специально для телерадиокомпании «Русский мир». Неподвластные времени мелодии мировых и советских композиторов прозвучали на вокально-инструментальном концерте Габриэля Александрова. Финалисты и победители главных вокальных конкурсов России подарили зрителям вечную музыку и поздравили прекрасную половину с Международным женским днем. На сцене Культурного центра «Вдохновение» состоялся сольный благотворительный концерт «Вечная музыка» Габриэля Александрова, молодого исполнителя и музыканта, получившего широкое признание благодаря участию в вокальных конкурсах, в том числе в команде «Басты» телепроекта «Голос. Дети». Отчего-то проси березы шумят, Отчего хорошо, когда можно играть, Ой, по суфе! Оторвался от ответа Среди зрителей присутствовали дети из детских домов Москвы и Московской области, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети участников СВО и из новых территорий Донецкой и Луганской народных республик. Участники и победители проектов «Голос дети», «Новая волна», «Большая сцена» и форум Леонида Агутина собрались на одной сцене, чтобы погрузить зрителей в атмосферу живой классической музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Классические произведения, но и динамические инструментальные исполнения на фортепиано и виолончели. Около 30 выступлений погрузили зрителей в мир вечной музыки, ее свет и надежду. Равид Гор специально для телеканала «Русский мир». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, в городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.rm.sobako.yandex.ru Всего доброго и до свидания.